Тарифы Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы эти тарифы вошли в какое-то более или менее разумное русло. И я думаю, что нынешняя Верховная Рада, если она действительно выражает интересы народа Украины, она должна решить эту проблему раз и навсегда. Решить и заставить тех, кто не хочет этого из-за сверхприбыли, которые они получают из-за этих тарифов, заставить их подчиниться воле народа. Если это не произойдет, то я думаю, что нынешняя Верховная Рада не проработает свой отведенный ей Конституции срок, потому что терпению народа приходит конец. И если мы сейчас не побудим Верховную Раду к действиям, то ситуация в стране станет катастрофической. Она и сейчас не лучшая, но тем не менее станет катастрофической. Какой у меня прогноз? Ну, я, честно говоря, считаю, что Верховная Рада, нынешняя Верховная Рада, должна добровольно распуститься. Ибо такой Рады в истории Украины еще не было. Я не хочу говорить про образовательный уровень многих и многих людей, которые заседают в Верховной Раде. Я лично знаком с многими и, поверьте мне, даже в плохеньком колхозе направлений им заседать не стоит, а уж в Верховной Раде и подавно. Потому что люди, которые сидят там, должны иметь или обладать ответственностью. А ответственность – это очень серьезное понятие, которое предполагает наличие и высокого интеллекта, и образования соответствующего. Однако этого, к сожалению, нет. И поэтому мы с вами имеем те законы, которые, в общем-то, никоим образом не делают жизнь нашего народа, нашего населения достойной. Не говоря уже о том, что этот народ лишен всякой возможности к выживанию. И необходимо сделать все для того, чтобы это изменить коренным образом. Я думаю, что новая политическая сила, которая нарождается сейчас, я имею в виду украинский выбор права народа, способна это сделать. И я думаю, что мы должны уповать на ее действия, на ее созидательную способность.